Круиз на теплоходе Сергей Кучкин продолжается. Сегодня нас ждет город Нижнекамск. Однако из-за падения уровня воды в Каме теплоход причалит в Елабуге, а дальше уже на автобусах. Ну а вечером нас ждет капитанский ужин и розыгрыш призов. Приятного просмотра! Лучше здесь не ходить. Очень опасно, друзья. Я рискую неимоверно ради вас. А вот Нижнекамский фонтан. И на вид он отделан гранитом. По крайней мере, издалека так кажется. Но когда вы видите вот эти вот проплишни, сразу становится понятно, что это просто пластик. Даже здесь нас пытаются обмануть. И туалет не работает. Все лето, говорят, работает. Но как приехал теплоход Сергей Кучкин, так сразу закрыли. Видно бояться нас. И правильно делают. Ведь кучкинцы только со стороны кажутся такими белыми пушистыми. А на деле бьются за призы не на жизнь, а на смерть. Но об этом чуть позже. Отправляемся к святому ключу. Ну что, друзья. Все, мы наконец-то прибыли. И несмотря на то, что у нас практически не было времени на сувениры и на магазины, Владислав Борисович все-таки смог выйти из положения, каким-то образом достал. Что это, Владислав Борисович? Кто-то звонил. Интересный у вас звоночек, конечно. В общем, три бочонка жигулевского светлого. Что у вас с сувенирами в этот раз? В этот раз я не смогла купить магнистику Нижнекамскую, поэтому взяла себе фарфоровый колокольчик. Ну и вот у нас 150 рублей. Не золотой, как и на Кунгуре. Да. Кажется, на Кунгуре самые дорогие колокольчики. Ну, в таком случае продолжаем наше путешествие дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каким-то образом оказались опять на ужине, но на этот раз ужин не обычный, а капитанский. Он, пожалуйста, воинов там что-то уже поставил. А Владислав Борисович ждет, не дождется, когда он сможет прикоснуться к тарелке. Да я-то особо не голосую. Я могу вообще не хотеть. Ну, соответственно, и блюда сегодня праздничные. Хотя они тут каждый день. Красной хрой только немножко решили добавить. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот, к сожалению, и заканчивается наше путешествие. Но пока мы все вместе. Позвольте передать слово капитану теплохода Сергею Кучкину Владимиру Ивановичу Туязову. Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые любители речных круизов. Мы на капитанском ужине. Заканчивается круиз. Мне хочется пожелать вам всего самого доброго, удачи, благополучия. Самое главное, будьте здоровы, берегите себя, до новых круизов. Мы всегда рады вас видеть на борту теплохода Сергея Кучкина. До новых встреч. Ну и вы, дорогие, я прошу вас, возьмите бокалы с шампанским или соком в руки. Загадайте свое самое сокровенное желание. Загадали. Раз, два, три. Да здравствуют туристы на борту теплохода Сергея Кучкина. Кип-кип. Еще раз, кип-кип. Кип-кип, Кип-кип, Кип-кип. Филе горбуши. А у вас что? Медальоны. Медальоны с верной спаселином. Ну что ж, наконец-то мы дожди до этого десерта. Еле-еле. У меня бились? Мужу сказать, он не будет сварить этот курорт. Да я пришел уже суток сюда. Ну, в таком смысле, я могу, если что, ваш десерт сам съесть. Я-то еще не проголодался. Нет. Короче говоря, друзья, сейчас после капитанского ужина у нас настала дилемма. Через 24 минуты уже будет гала-концерт, где будут вручать призы. И мы почему-то думаем, что... Мы не опоздаем. Или мне стоит пара себе. Не, мне не долго. Ну, стоим-то, а что? Олег-то у нас молодой, он забежит, сразу займет три места и все. У нас просто еще есть предположение, что все-таки, скорее всего, нам придется хоть один раз выйти на сцену. Точнее, Олегу. Да. Хотя мы, конечно, предлагали Владиславу Борисовичу, чтобы он покупался в лучах славы, но он пока стесняется. Елена является главной ленивицей нашего теплохода, поэтому придется мне отдуваться за этих двух. А вот она звала главной ленивицей теплохода. Ну, в общем, мы сходим на гала-концерт и посмотрим, что с нами случится. Я думаю, что ничего. И, в принципе, так оно и получилось. Несмотря на наше старательное участие во всех викторинах, выиграть удалось лишь одну. Угадай фильм. И вот сейчас хочется наградить победителей. Честно скажу, за всю навигацию столько не было победителей, сколько сегодня. Это вот прям вот абсолютно искренне. И каюта 78! Представитель каюты 78 также ждем здесь, в центре нашего зала. Вот он ждет ее с удовольствием. Звучаем подарок. И все. А главный приз в виде скидки на будущий круиз выиграла... эм... Некая женщина, которую многие видят в первый раз. Каюта номер 24! Она сегодня уже неоднократно поднималась на нашу сцену. В общем, все по классике. Ну как настроение? Давайте пошумим! Громче, громче, громче! Все молодцы! На сердце белой веки и тяги. Ты вышивала любовь. Красивой белой картинкой. Она звала за собой. А ты хотела любимой быть. А ты хотела летать. Я был прекрасной ошибкой. Ты не смогла устоять. Я не могу. Все, закончился розыгрыш. В общем, мы, естественно, везде победили. И... У нас еще должно как минимум быть два приз. Так что мы сразу не победили. Ну вот остальные... Мы в каком выиграли конкурсе? Кино, наверное. Кино, наверное, да? Но мы сто процентов где вот... А, книги, по-моему, книги. Нет. Мы там на угадже поставили книги. А! Ладно, мы не выиграли. Хотя было тоже сто процентов уверенно место в России. Потому что там, ну... Смайлик вот эти можно... Вот. Книга нет. Там... Это я в этом не уверена. Потом... Угадай личность. Тоже сто процентов. Потому что там, ну блин... Странно. Если раньше давали кружку, то теперь... Вот. Хорошая книжечка, хочу заметить. А теперь кружку дают только в лохотроне в этом. Инфляция, ребята. И вообще, это именинница, которая... Она плохо доставала бочонки. Они все сначала шли по порядку. И потом вот эта каюта 24. Все больше 100 выходили сперва. А потом немножко перемешала, и ей досталось каюту 24. А она как подготовлена была, сидела эта каюта 24. Сбоку специально села. Ну да. Угу. Вообще просто. В общем, вывод таков. В следующий раз надо бороться, учитывая жесточайшую конкуренцию. Ну а завтра нас ждет город Болгар.